Один из самых масштабных проектов школы на 1100 мест на улице Спортивной. Госэкспертизу объекта проведут в декабре. Если заключение будет положительным, в Министерство образования подадут заявку на софинансирование объекта из краевого и федерального бюджетов. Несколько из уже построенных школ реконструируют. В следующем году на территории СОЖ номер 6 появится пристройка для начальных классов. На совещание поступило предложение расширить школу в Станице Анапской. Досконально вместе с сельской администрацией отработала данные варианты по строительству и расширению. 12-я школа имеет отдельно стоящий земельный участок. Находится он на Октябрьской, 18. Данным земельным участком я занимаюсь уже не один год. Когда там были теплицы, с бывшим директором мы перевели этот участок на значение образования для того, чтобы поставить там отдельно этот модуль. Поэтому мое предложение все-таки не рассматривать там строительство детского садика, а оставить на 400 мест. Градплан уже подготовлен. Вся необходимая помощь, которая, возможно, в дальнейшем я готова также дальше оказывать. Новая школа появится и в микрорайоне Горгипия. В ней сядут за парты более полутора тысяч детей. Окончание строительства запланировано на первое полугодие 2021 года. Депутаты предлагают взять под особый контроль строительство многоэтажных домов. Ситуация критическая. В новых жилых микрорайонах практически отсутствует социальная инфраструктура. Нет ни поликлиник, ни детских садов, ни школ. Вот кто-нибудь был в районе бывшего молзавода, когда-нибудь. Никто не видел, какие сейчас дома там строят. 22-этажные. Глава города очень сильно обеспокоен этой задачей, поэтому мы создали рабочую группу. Первое – это по анализу уже проведенной работы, которая была проведена до нами и нашими коллегами, и уже нами, которые вот сейчас на данный момент где-то надо уже поставить точку и сказать, все, с этим мы работать не будем, а будем идти вперед. Ведется работа и по строительству дошкольных образовательных учреждений. Орленок и детский сад на улице Лазурны смогут вместить более сотни детей. Также ведется реконструкция детсада «Зоренька», который позволит расширить его на 56 мест. В планах строительство в хуторе Воскресенском. Усилить работу, конечно, надо с подрядчиками, с подрядчиками, со строителями. Кто у нас есть понятие, что это социально ориентированные строители, подрядчики, предприниматели, наверное, тем создавать и зеленые улицы. Кроме того, в хуторе Чекон идет строительство здания врача общей практики. На заседании президиума совета депутаты решили собраться через месяц, посмотреть, что будет сделано к этому времени и рассмотреть новые вопросы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.